Всем доброй ночи! Пока ожидаю свой перекус, такой небольшой, вечерний. Денис Павловича высадил дома, ну и сам тоже сейчас направляюсь домой. Надо отдохнуть, завтра очень активный и насыщенный день. У нас будет ряд социальных мероприятий, надо депутата Госдумы встретить, да и вообще в целом. Я знаете, о чем хочу вам рассказать? Последнее время вот эта тема квадроберства, вот этого вот идиотизма, меня просто, знаете, она будоражит в чем-то. Вообще, что происходит в нашем сегодня обществе? Это ладно, допустим, та же Европа, где даже взрослые люди проводят целые фестивали, гавкают, тявкают, хрюкают, мукают. Короче, ладно там какой-нибудь корпоратив бы, допустим, это было, да, и люди наряжаются в какие-то костюмы, приколы там, ха-ха, повеселились и разбежались. Ну, когда это касается уже наших детей, когда идет слом сознания, каких-то ценностей определенных, да, ну абсолютно людских, таких адекватных, когда это можно, когда это нельзя. Вот в данном случае, в любом случае, конечно же, я за адекват в этом вопросе, под полный запрет этого идиотизма. Самое обидное, когда взрослые люди-то, они осознанно могут что-то понимать, что такое хорошо, что такое плохо, какие-то, какая-то социальная нагрузка, ментальная какие-то понимать, ну понимают, что этого не надо делать, да, с учетом анализа там какого-то опыта жизненного. Но когда этим уже дети, когда родители в чем-то подбадривают, одобряют такое поведение абсолютно нездоровое, абсолютно психически больное, это реальная клиника, я не знаю, надо в натуре к психиатру им сходить или еще что-то. Это на самом деле очень ужасное явление, те люди, кто борются с этим, я их полностью поддерживаю, потому что это адекватно, абсолютно нормально. Поэтому, мне кажется, знаете, оно искусственно вот так вот прокручивается, навязывается посредством там каких-то социальных сетей или еще каких-то моментов, да. Мне кажется, это прям какая-то заказуха такая мощная. Заметьте, какое количество каналов всевозможных, в социальных сетях, какое количество людей каким-то образом это пытается даже защитить, чего я вообще не понимаю. Поэтому, я думаю, это какой-то определенный скрыт, открытый такой умысел, безусловно, с таким явлением, как квадроберство, надо бороться, надо ему противостоять. Открывать дворцы пионеров, я так думаю, завлекать молодежь бесплатными секциями, доступностью этих секций, да, с хорошей инфраструктурой. Я думаю, абсолютно нормально, когда дети бы стремились стать космонавтами, мыслями бы жили в том, чтобы что-то конструировать, стать великими учеными, спортсменами. Вот это здорово, когда огромное количество секций. То же самое можно сказать про тех, кто увлекается компьютерными играми, таковы реалии. Сейчас век информатизации, цифровизации, поэтому надо завлекать молодежь именно какими-то примерами, больше снимать про это каких-то фильмов, передач, делать это очень интересно, познавательно, потому что сейчас у молодежи огромное количество информации, которую они могут черпать во всех социальных сетях. Век интернета, надо это понимать, и надо играть на опережение. Безусловно, люди, занимающиеся молодежной политикой, да и вообще в целом не должны моргать, не должны сидеть в своих кабинетах с сытыми животиками ходить, знаете, и так далее. Они должны думать об этом постоянно. Каким образом этому противостоять, сделать так, чтобы вернуть детей в абсолютно адекватную атмосферу, разумную. Поэтому, конечно, безусловно, с таким явлением, как квадроберство, необходимо бороться. Я это вообще не поддерживаю. Поэтому, когда дети занимаются спортом, музыкой, творчеством, увлекаются чем-то абсолютно адекватным, здоровым, я за это за. И родителям большой респект и уважение за то, что они детей изначально с такого молодого возраста приучают к этому, да, определенные социальные ориентиры дают. Но квадроберство – это конченая дичь, с которой надо бороться. Это психически больная тема. Поэтому таково мое мнение. Вот. Хочу пожелать всем хорошего вечера. Я пойду покушаю. Делал себе не очень здоровый фастфуд. Но времени нет готовить. Завтра очень много дел. Рано надо ложиться спать. Поэтому еще увидимся. Всем пока.